В рамках национального проекта «Культура» серьезный объем финансовых средств вложен в музеи республики. Объекты, на которых сегодня ведется строительство, находятся под личным контролем руководителя профильного ведомства Светланы Каликовой. С рабочим визитом она посетила Янтиковские и Канажские округа. Музеи созданы для того, чтобы ремонтировать память поколений, передавать предметы и традиции сохранять наследие народа. Но порой они тоже нуждаются в ремонте зданий, фасадов, коммуникаций. Канаж – Краеведческий музей. С 2007-го он располагается в здании бывшего кинотеатра «Мир». Был необходим капитальный ремонт, кровли, фасады, частичная замена освещения и отопления. Сейчас очаг культурной жизни города выглядит как новенький и готов хранить и просвещать. В нашем музее насчитывается 9378 предметов. Местные жители нашего города приносят нам в дар экспонаты. Мы их храним, сохраняем, оберегаем то, что имеем. В Канажской Краеведческе в прошлом году посетили свыше 25 тысяч человек. Сотрудники уверены, что после капитального ремонта поток вырастет, ведь через музей пройдут республиканские туристические маршруты. За канажцами, работы у которых выполнены на 98%, подтягиваются и янтиковцы. Здесь музей народно-краеведческий. Все сложные этапы по демонтажу, утеплению, стяжке выполнены. На очереди отделка двери должны появиться уже на следующей неделе. Срок сдачи объекта – 1 сентября. Кстати, пока все экспонаты на временном хранении, а после капитального ремонта они будут размещены в музей уже по новому дизайну, прошедшему экспертизу. Эти музеи – два из четырех объектов отрасли, изменения которых впервые финансируются в рамках национального проекта «Культура». Кроме того, два музея в республике получают финансирование на обновление экспозиции. Это «Аллатрский музей», краеведческий музей, где ремонтная работа проведена в рамках и юбилейных мероприятий в 100-летие Чувашской республики и при поддержке федерального бюджета. В этом году 28 миллионов рублей будут направлены на обновление экспозиции, на закупку современного музейного оборудования для «АллатРа». В «АллатРе» появится музей русской провинции. Также почти 12 миллионов рублей вложено в оснащение экспозиции музея на мемориале строителям безмолвных рубежей. Открытие запланировано на 28 октября 2023 года. Анна Филипова, Алиса Александрова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.